И гости и представители. Следующий гость – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы – Абдул-Рашид Садулаев. Самый известный борец вольного стиля, не побоюсь этого слова. Абдул-Рашид, мы приветствуем вас. Огромное спасибо за то, что пришли поддержать. Ну и первый вопрос, который интересует всех. Вы наблюдали над схваткой весовой категории до 97 кг? Хочется узнать ваш комментарий. Я, естественно, смотрел схватку Байсаева и Снайдера. Но они выходили очень заряженные оба. Байсаева, я думал, будет какой-то план. И тем более дома он должен был чуть-чуть... Что-то предпринять. Да, чуть-чуть лучше побороться. Но он не выложился. Он не... Использовал свой шанс. Да. А Снайдер... Может, у него были какие-то планы? Он просто... Снайдер с первой минуты начал атаковать, до конца бороться. И поэтому, может, не дал ему думать, там провести какой-то прием. И поэтому... И в конце немножко подустал Снайдер. Поэтому исход схватки так получился. Следующий у нас финал до 61 килограммов. Российский финал это Магомедов Абасагаджи и Ферзалиев Рамазан. Это оба прошлогодние победители данного турнира. В прошлом году Магомед Абасагаджи победил в весе до 57 килограммов. Сегодня перешел на весовую категорию выше. И видим, начинается схватка. Первый российский финал. Помимо призовых, напомню, что это путевка на турнир имени Ивана Ярыгина. Они оба молодые борцы. Они оба представляют Дагестан. И Абасагаджи, если не ошибаюсь, он поменял весовую категорию, перешел на вес выше. И Абасагаджи чемпион мира по молодежи. А Ферзалиев был в прошлом году вторым на чемпионате России. И я думаю, что у них сейчас будет такая борьба. Как говорится в борцовском термине, рубка. Но мы видим первые полминуты у нас Ферзалиев. Сразу же я взял два балла на турнире Абасагаджи. И сейчас... Вот и попытка Абасагаджи. Ну, а сразу... Как ты оценишь данное действие, Абасагаджи? Да, ну, судя, в принципе, правильно дал. Два балла синему. Обратный прием. Прием на обратный, да. И он как бы контрприем взял. Теперь два балла берет Абасагаджи. Это первый такой интересный финал, который развивается в первом периоде. Потому что до этого мы три финала видели. Борцы оставляли на второй период. Опять снова два балла. Ну, мухачи это делать умеют. Да, 6-4, по-моему. Ну, на табло... 6-2, 6-2. На центральном табло у нас показывают счет 8-2, друзья. 6-2, 6-2. А, 8-2 уже. Ну, это, я думаю, заново... Если челлендж кинули, заново надо было посмотреть, что и как. Ну, на медленном просмотре посмотреть. Доверяясь нашим комментариям, у меня ощущение складывается, что счет должен быть 6-2 в пользу Ферзалиева. Но мы доверяем судьям международной категории. Ну, да. Раз тренер красного борца, если согласен, он не выкинул челлендж. Поэтому, значит, он согласен счетом. И сейчас надо... Я в предвкушении об Лу Рашиде, что это будет очень зрелищный финал. Вот и снова проход. Первый период, столько сил потеряно. Молодцы борцы. Проигрывая с таким счетом, ему нужно брать 2 балла. Не взял. Вот, взял 2 балла, Абаскадзио. Очередные 2 балла берет Магомедов, но проигрывает со счетом 8-4. Магомедов, то есть. На табло остается 13 секунд. Скорее всего, первый период так и закончился со счетом 8-4 в пользу Ферзалиева. Да, уже считанные секунды остались. Я думаю, что никто не будет рисковать. Насколько я знаю, оба спортсмена представители Дагестанской школы борьбы. Да, они оба представляют город Хавтавюрт. Один представляет училище Олимпийского резерва, а другой, если не ошибаюсь, школа Санкадзио. Есть ли сегодня среди финалистов участники, которые числятся в вашей школе, Абдул-Рашид? Есть один финалист, это Абдул-Рашид Магомедов, весовая категория 70 килограммов. Нет, не 70 килограммов. Мы видим, как Абасагаджи хочет вырвать победу. 8-4, не в его пользу, но захват с руки накатит Леон-Рашид мы сейчас увидим. Много времени не дают, к сожалению, в партере. К сожалению, для Магомедова. Будем смотреть, как развиваются события Абдул-Рашид. Но почему-то мои прогнозы... 8-6 это не счет, чтобы по этим правилам, чтобы держать этот счет. Удерживать, тем более, когда на табло более двух минут остается. Да, поэтому... У меня складывается ощущение, что Ферзалиев подустал. Потому что... Вначале было потеряно очень много сил. Но посмотрим. Тут уже решает и характер, и опыт. И все, как бы, борцовские качества. Мы понимаем, что борцы очень хорошо знают друг друга, тренируются в одном городе. И, возможно, часто... Как говорится, опыт или молодость. Абаскаджио более молодой. Ферзалиев уже был и есть член сборной команды России. Он целый год был на сборах, выступал на международных турнирах. Побыстрее, побыстрее Магомедов. Потому что... Видно, что подустал Ферзалиев. Посмотрим, удастся ли ему удержать такой счет. Но в такой весовой категории это сделать очень тяжело. Чуть больше минуты. Поэтому еще... Рано говорить о удержании счета. Еще такая напряженная ситуация. Также за пять секунд бывает момент, который вырывает победу. Ну что, друзья, подходит к концу третий финал сегодняшнего дня. Магомедов Абаскаджи, Ферзалиев Рамазан. Оба россиянина. Оба представители дагестанской школы борьбы. Очень скользкий, можно сказать, и равный счет. Последние 30 секунд. Сейчас будет интересно. Посмотрим, что предпримет. Я думаю, сейчас Абаскаджи будет рисковать. И делать все, чтобы одержать победу. Прошлогодние чемпионы данного турнира. Нет, наоборот, балл взял Ферзалиев. Мое мнение, это победные баллы, потому что... Да, уже за 10 секунд 3 балла взять, это будет очень тяжело. Остается 14 секунд. Посмотрим, произойдет ли чудо в пользу Магомедова. Нет, еще один балл взял Рабыков Ферзалиев. Ну, все, я думаю, это уже выиграл. 7 секунд, только 4-бальный бросок спасает. 3 секунды, 10-7. Скорее всего, все, друзья. И уже двукратным победителем турнира Аланы становится Ферзалиев Рамазан. И мы его с этим поздравляем, даем должное. Он смог устоять. Набрал оптимальные баллы в первом периоде. Да, поздравляем Ферзалиева. И, ну, по-моему, финалисты зарабатывают путевку на Ярыгинский турнир. Оба финалисты, да? Да, по-моему, да, финалисты зарабатывают. Точно не помню, или финалист, или чемпион. Ну, по-моему, финалисты зарабатывают. Мы сейчас перерывы будем спрашивать у организаторов, насколько память позволяет первое место. Но доверюсь и вашим словам, Абдул Рашид. И...